здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас наступила 26 февраля украина прожила еще одну кошмарную ночь причем очень похоже что следующая ночь будет еще более серьезная потому что как показали события первую очередь в киеве сегодняшней ночью что самая главная проблема украины это десятки тысяч вооруженных бабуинов территориальной обороны они сегодня без всяких русских диверсантов такое устроили в столице украины что я думаю что эту ночь жители столицы будут вспоминать с благовейным ужасом хотя возможно следующая ночь переплюнет и это к этой теме мы вернемся в конце давайте посмотрим что произошло на фронтах боев за последнюю ночь вы знаете здесь очень много сегодня информации но в основном она все-таки фейковая на самом деле в регионах украины уже наступает настоящая анархия поэтому информация о тех или иных боестолкновениях зачастую она не касается никоим образом вооруженных сил российской федерации либо ополчение лнр и днр огромное количество боестолкновений сегодня идет между бабуинами территориальной обороны которые зачастую темноте просто не понимают что они стреляют по своим и когда приезжает на место полиция который местами еще работает выясняется что так называемые диверсанты российской федерации удивительно похожи на тех кому вчера с легкой руки руководство украины раздавались калаши а еще пошли сообщения о грабежах магазинов убийство семей бизнесменов которые пытались покинуть город но довольны об этом и так что у нас на южном направлении поздно вечером были нанесены удары по николаеву ракетные по аэродрома по складу сэм и украинское руководство решила затопить единственный последний корабль боевой в мс украины правда боевым его можно назвать условно это гетьман сагайдачный он стоял на ремонте в николаеве ну и соответственно с учетом угрозы сдачи города уже сегодня решили его затопить также ночью пришло сообщение о том что мост автомобильный мост между одесской николаевской областью взорван тем не менее российский десант как его называют уже начинает охватывать город и я так понимаю я так понимаю сегодня участь николаева будет решена также судя потому что руководство неопетровской области дневопетровского гарнизона усиленно пыталась возводить баррикады на южных границах области похоже что же сегодня ожидается военные колонны российских войск под кривым рогом ну и под запорожьем тоже роют окоп и устанавливают доты и я так понимаю что уже в первой половине дня российские войска появятся и в пределах видимости днепрогресса то есть о чем говорят эти новости о том что фронт обороны в су на южном направлении по факту распался есть очаги сопротивления которые иногда российские войска обходят иногда если эта точка критически важно для дальнейшего продвижения берут под контроль теперь переходим к мариуполю сообщение о том что город взят не было поэтому я отложу эту тему до следующего выпуска когда там что-то более-менее определиться по северу в районе луганска но фронт как мы ожидали полностью разрушен и украинские части на территории луганской области чтобы не попасть в окружении судя по тем сообщениям которые шли уже поздно ночью начали выходить в район краматорска то есть луганская область по факту брошена в силу и теперь только в зависимости того как быстро российские войска и народная милиция лнр возьмут территорию под свой контроль будет зависеть наступит там хаос или нет в харькове ночью в городе была относительно тишина выстрела почти не слышно было даже мои ребята которые мне поставляют информацию удивительно было ночью выйти на улицу из послушать почти абсолютную тишину после того грохота что было накануне в сумах все тоже слава богу обошлось без эксцессов тишина стояла и хочу сказать спасибо героям тиробороны что они не устроили тот от который устроили их коллеги в киеве но объяснить это можно только тем что город все-таки патриархальные более-менее все друг друга знают сообщение о том куда дошли российские колонны территории харьковской сумской полтавской черневской областей я оставлю до следующего раза потому что основные мои источники информации ночью этой спали соответственно я пока ее не могу собрать достоверную информацию и так отложим это на следующий раз основные события происходили сегодня ночью в киеве причем в основном с российскими войсками они никак не были связаны единственно что сделала российская армия это высадила тактический десант причем методом выброски с воздуха и заняли аэродром городе василько я так понимаю что в течение сегодняшнего дня в д.в. российской федерации будет охватывать город киев с запада и юга а с востока судя по скорости продвижения войск это сделают уже концу дня сухопутные войска то есть концу сегодняшнего дня киев будет полностью окружен причем я не знаю что к тому моменту оставят из столицы вооруженные бабуины которым вчера раздали более 20 тысяч автоматов целую ночь они искали зраду по своим районам целую ночь были слышны перестрелки проходили те или иные сообщения о том что там на найденные российские диверсанты то в одном то в другом то в третьем то в десятом районе столицы но по итогу когда перестрелки заканчивались выяснялось всегда что в качестве диверсантов были ровно такие же бабуины которые просто не узнавали своих товарищей в темноте то есть как я вчера и говорю полное отсутствие координации в действиях делать этих бабуина в первую очередь опасны для населения и самих себя они для войск российской федерации и то что они перебили в городе всего 60 человек за ночь как отчиталась полиция города наверняка больше просто 60 человек пока что нашли ну наверное это еще и неплохой результат ну собственно происходит ровно то что я и говорил самая большая опасность для киевлян это вооруженные бабуины которые абсолютно не организованы ни в какие отряды и вчера раздавали бесконтрольное оружие я очень надеюсь что хотя бы половина того оружия который вчера была роздана люди брали для того чтобы защитить себя и свои семьи от вооруженных бабуинов которыми клоун зеленский наводнил сегодня киев если все будет развиваться таким образом и далее то уже через несколько дней обозленные жители города еще попросят российскую армию войти и город и зачистить его от бандитов на самом деле после сегодняшней ночи можно уже констатировать что никакого государства украина по факту уже не существует аналог того что существует на сегодняшний день это гитлеровская германия образца мая 1945 года по формальным признакам государство еще там существовало но по факту это был уже распадающийся недорейх в которой на сегодняшний момент превратилась бандеровская украина собственно говоря ничего другого от них и не ожидалось это же не в фейсбуках воевать рассказывать что мы будем резать русню пусть только сунуться кстати очень надеюсь что арсеноваков с автоматом как он и обещал защищает свой родной город хотя я думаю что он же давным-давно сидит на своей вилле в италии и по утрам попивает кофеек читая новости из украины чем не занимается огромное количество тех тех клоунов которые еще недавно на многочисленных ток-шоу рассказывали басни о том кто виноват в проблемах украины и как они элиты будут их решать как только реально запахло жареным они сдриснули страми а брошенная ими страна и народ погружается в хаос и анархию вот это то что происходило сегодня ночью на украине как мы видим в основном хаос и анархия на фоне которых боевых операций было относительно мало но сегодня думать день будет очень динамичным потому что фронт не только на донбассе схлопнулся но еще и схлопнулся южный фронт ну и я так понимаю распался и северо-восточный фронт по сути фронтов войны уже на территории украины нет есть направление движения российских вооруженных сил которые постепенно занимают территорию страны на этом пока все запятая пойду по завтракаю ну и далее буду готовить следующий выпуск ждите его и думаем появится через 3-4 часа до свидания